Ну, я думаю, можно уже начинать. А вот еще подтягиваются люди. Начнем. Начну с того, что представлюсь. Зовут меня Юркин Виталий. Я являюсь специалистом отдела клиентской поддержки компании Afflex Distribution. И сегодня на вебинаре расскажу вам о новой линейке продуктов компании Acronis. Линейка называется Backup and Recovery 11.5. И расскажу, собственно, какие были новые изменения, сделаны по сравнению с предыдущей версией, и в целом о возможностях новых продуктов. По регламенту, насколько я знаю, у нас где-то час есть, возможно, больше. Я поначалу буду делать доклад. Если будут у вас вопросы, пишите их в чат. Если вопросы небольшие, не требующие развернутого ответа, то я постараюсь ответить на них по ходу презентации. Если вопрос уже более детального объяснения, то давайте в конце перенесем эти вопросы на конец презентации, там можно будет уже более детально ответить, объяснить все нюансы использования. Ну вот, собственно, я думаю, уже присоединились все участники, которые были зарегистрированы. Переходим, собственно, непосредственно к докладу. Я уже сказал, о чем буду, что буду рассказывать в данной презентации. Здесь начну с того, зачем нужно резервное копирование, про решение Акронис. Это, собственно, основная часть будет доклада. Также затронем вопросы о работе с физическими и виртуальными машинами. В конце расскажу про техподдержку, политику лицензирования, про ценообразование. Такие вот вопросы уже более административного характера. Пару слов о компании, в которой я работаю. Это компания Aflis Distribution. Мы являемся официальным представителем Акронис в России и СНГ. Ну и представляем, естественно, не только Акронис, а также представляем довольно известные бренды. Это вот Quest Software, Beyond Trust, Commandware, Kofax и так далее. Здесь не все бренды представлены на слайде. Собственно, по компании Акронис также расскажу небольшую предысторию, с чего она начиналась. Основалась она, была основана в 2000 году, завоевала популярность у основном домашних пользователей своей линейкой Акронис True Image и далее переходила уже в более enterprise уровень, и начала изготавливать продукты для бизнеса. Так, очень тихо пишу в чате. Вот так вот лучше стало сделать чувствительность микрофона получше. У меня с моей стороны уже вроде все, все, что мог, настроил. Хорошо. Тогда продолжаем. Значит, по команде Акронис на сегодняшний день это более 700 сотрудников в 17 странах мира, причем примерно половина из них находится в России, разработчики. Это в основном представлено по всему миру, продукция компании и локализована на 14 языков. То есть можно найти на всех популярных языках продукцию. Насколько знаю, сейчас вот в Японии очень популярно пошло развитие Акрониса. Там прям замечательные вещи. Переходим к защите информации. Естественно, на сегодняшний день, я думаю, никто не будет спорить с тем, что информация является одним из самых ценных ресурсов любой компании. Естественно, так как это ресурс ценный и иногда очень ценный, его нужно как-то оберегать, сохранять, защищать. Защищать можно по разному, разными способами. Естественно, в первую очередь это различные антивирусы и так далее, для предотвращения утечек информации, DLP-системы. Но мы сегодня рассмотрим этот вариант защиты с другой стороны. Для этого нужно в первую очередь обратить внимание на то, где хранится информация. На сегодняшний день у нас есть огромный выбор различных типов устройств, работающих по разных принципам. Естественно, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Самый популярный на сегодняшний день, наверное, является все-таки твердотельное. А, не твердотельное, прошу прощения, жесткие диски HDD. Набирает популярность SSD, твердотельные как раз диски. Теперь уже NASA, Sun и ленточные накопители, это уже, как правило, решение для бизнеса. На сегодняшний день NASA также входит в круг устройств, которые пользуются популярностью у домашних пользователей. Естественно, у каждого из такого типа устройств есть свои плюсы и минусы. Как я ранее сказал, например, у первых ранних твердотельных накопителей были проблемы с фирмовыми прошивками. То есть, если, например, жесткие диски обладали такой возможностью, как предупреждать пользователя о том, что в ближайшее время он может выйти из строя. Так называемые смарт-технологии использовались. То есть, в SSD-дисках твердотельных, в ранних версиях, они вообще никак не могли предупредить об этом пользователю, что пора уже менять диск, он может уже, ресурс его подходит к концу. То есть, они как умирали сразу, без предупреждения, так и все. Уже ничего сделать толком нельзя было. Естественно, информацию нам нужно как-то сохранять. Для этого, причем информацию, мы затронули сейчас первый аспект, когда выходит из строя непосредственно оборудование. Выходить оно может из строя по различным причинам, чисто по физическим, когда происходит именно выработка ресурсов. Также варианты выхода из строя с помощью вирусов, вредоносного по установке непроверенного программного обеспечения, тоже такое бывает, когда программное обеспечение несовместимо. Кроме этого, внешние факторы могут повредить информацию, то есть, хранящуюся на таких носителях. Когда, например, отключается электричество, останавливается работа кондиционеров серверной. Происходит перегрев, соответственно, и также отказ оборудованием. Также совсем глобальный случай возьмем, когда у нас не так давно, в прошлую осенью как раз ураган с Энди прошелся по восточным побережью Соединенных Штатов, и таким образом там вывел из строя множество дата-центров, в том числе страдал известный всем мировой финансовый центр Уолл-Стрит, была работа остановлена. А это, собственно, любая простая, это большие потери для компании. Не только финансовые, но также и репутационные, когда репутация компании уже падает в глазах своих клиентов. Это, думаю, тоже очень важно. Ну и, собственно, задача Acronis – оградить компанию от этих убытков. И приведу пару фактов, цифр, которые говорят, какие же убытки терпит компания. Есть довольно известная компания Gartner Group, которая занимается такого типа исследованиями, собирает различную статистику. И, собственно, по ее данным, потери от простоя сервера бронирования авиабилетов составляют в среднем 1500 долларов в минуту. А если мы уже рассмотрим более серьезные технологии сети, системы, когда по данным того же Gartner, простой сервер обслуживающей операции с кредитными карточками и финансовые операции перевода, там уже цифра в 43 тысячи долларов в минуту возникает. В целом отчет можно, собственно, посмотреть на сайте Acronis. Отчет был подготовлен специально по заказу компании Acronis. Средний и простой насчитывают 366 тысяч долларов. Ну, собственно, от цифры переходим уже непосредственно к продукциям. Какая была ситуация ранее, какая она сейчас? Чем отличается подход Acronis? Ранее. Также по оценкам Gartner Group, в большинстве компаний, ну, в среднем это компании, где используется более 100 машин, были рассмотрены, и вот в 35% таких организаций используется от 3 до 5 различных решений для аварийного восстановления и резервного копирования. То есть для Linux машин организации используется одно решение от одной компании, для Windows другое решение. Если у них есть еще в организации виртуальные среды, работающие под различными гипервизорами, там у нас возникает вообще полное разнообразие различных решений. При этом как-то нужно всю эту систему стыковать друг с другом. Резервные копии хочется хранить в одном месте, ну, или в различных, но, собственно, нужна какая-то совместимость. Тут возникает множество проблем, и, собственно, для решения каждой из которых нужно время и квалифицированные специалисты. Что предлагает Acronis? Acronis предлагает единый подход, единая консоль управления, то есть, когда для любой, ну, так скажем, для большинства популярных систем, которые используются практически в любой компании, Acronis предлагает своих агентов, агенты устанавливаются на данные машины и позволяют делать резервные копии как раз любой машины. При этом есть платформы как для Windows, так и для Linux машин. Вот вопрос идет про как раз Александр, когда будет добавлена возможность резервирования FreeBSD. Честно говоря, не подскажу, потому что у меня такой информации нет. Acronis пока не заявлял о поддержке FreeBSD. Да, вот для FreeBSD, к сожалению, агента нет. Unix-система пока Acronis не поддерживает. Я не знаю, как бы, когда они начнут переходить еще, заходить в сегмент Unix-систем, пока идет речь вот о Linux-систем. Да, согласен. Нету пока. Ну, вот как есть, собственно. Так, о единой платформе также. Что позволяет делать линейка Acronis Backup and Recovery? Здесь, правда, написано 11, надо было. Но по факту для 11.5 данный слайд полностью уверен. То есть позволяет делать резервные копии как дисков, так и файлов и папок, естественно, на ваших носителях. Также позволяет делать бэкапы виртуальных машин. Кроме этого, есть агенты для Microsoft Exchange. И позволяет, есть возможность делать резервные копии Microsoft SQL. Все это можно хранить на различных носителях. Также это ленточки, автозагрузчики, диски различные. Кроме этого, есть возможность хранить резервные копии в облаке. Об этом я скажу, будет отдельный слайд. Поддерживаются большинство известных гипервизоров. Это VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix AppSense Server, RedHat Enterprise Virtualization и Parallels Server for B-Metal. Линейка Acronis затрагивает, собственно, практически весь сегмент рынка от пользователей малого и среднего бизнеса для крупных организаций, в которых более 100 рабочих мест. Из чего состоит, собственно, сам продукт. Гидром системы является агент. Именно он позволяет делать резервные копии, восстанавливать и так далее. Для работы с агентами есть специальный компонент сервер управления. Его можно устанавливать как на ту же самую машину, так же можно устанавливать отдельно. На любую другую машину в организации. Его задача управлять политиками, создавать планы с помощью него можно. То есть на нем будут планы выполняться, делать отчеты, мониторинг. Чтобы подключаться к этому серверу управления, есть также специальная консоль управления. Нужно это для того, чтобы несколько администраторов из разных мест могли подключиться к серверу управления и настроить соответствующие планы. И, собственно, промониторить, что произошло, посмотреть отчеты, подготовить и так далее. Далее покажу интерфейс, кстати, как он выглядит. Есть и другие полезные компоненты, такие, например, как сервер лицензии. Когда все лицензии, использующиеся в организации, можно загрузить просто на этот сервер. И он сам автоматически будет раздавать эти лицензии каждому агенту. Пойдем далее. Есть агент. В 11.5 было добавлено одно нововведение. То есть появился интегрированный агент для Microsoft Exchange Server. Ранее это был отдельный продукт. Вот сейчас политика компании такая, что они пытаются все свои отдельные продукты, которые ранее были, интегрироваться с линейкой 11.5. Агент появился именно для версии 11.5. Ранее это был отдельный продукт. Также на сегодняшний день пишут, как победить прерывающийся звук. Я не знаю, у всех он прерывается или только у одного слушателя. Ну вот остальные пишут, посетители, вебинары, участники, что у всех, большинства, я так вижу, звук нормальный. Значит, это возможно на вашей стороне проблемы именно с интернетом. Трафик, наверное, неравномерно идет. Так, ну тогда продолжим. Агент есть пока, как я уже сказал, агент Microsoft Exchange есть пока для версии 11.5. Вот он появился именно интегрирован на нее. Кронис БК под рекаварией 11.5. Далее планируется интеграция агента для MS SQL сервера. По какие Exchange сервера поддерживаются, я вот скажу, собственно, далее. У меня будет слайд тоже. Почему такая структура используется агентно? Потому что она позволяет легко масштабировать данную систему резервного копирования практически для любой организации. То есть по мере возникновения новых задач в организации по резервному копированию, мы можем просто добавлять необходимые компоненты и тем самым увеличивать, как бы не нужно какие-то системные изменения производить. Все вопросы можно будет решать просто до установки дополнительного компонента. Вот так, например, здесь на слайде указано, как агенты были установлены на машины пользовательские. Есть один сервер управления, который все эти системы управляет. Вот один сервер управления позволяет поддерживать до 3000 защищаемых машин. Это официально протестированная уже разработчиками цифра. Кроме того, есть клиенты, которые защищают с помощью одного сервера управления до 5000 машин. Собственно, тут возможности практически для любой организации позволяют это сделать с помощью одного сервера управления. Если нужно, можно будет добавить второй. По поводу презентации, да, презентацию я могу выслать, если напишите мне, собственно, письмо или оставите его, даже не письмо, оставите, можно сделать так, оставите свой почтовый ящик. Я потом тогда вышлю вам презентацию. Есть возможность централизованного управления хранилищами. Для этого используется отдельный компонент. Называется он узел хранения Acronis. Позволяет управлять до 20 хранилищ. Один узел. Таких узлов хранения может быть несколько. Основная задача данного узла хранения – это дедупликация, выполнение функции дедупликации и шифрование данных. Так, почту вижу. Хорошо вышли там. Презентацию. Так, по виртуальным машинам, как я уже сказал, поддерживается большинство известных гипервизоров. Ну, вот рассмотрим, простите, рассмотрим вариант установки. Какие варианты установки есть для ВМВ и ВСВИА, установки агентов. Есть также вариант установки безагентного копирования, осуществлять виртуальных машин под управлением ESXI. Устанавливать агенты можно непосредственно в каждую машину виртуальную, которая крутится на ESXI сервере. То есть мы устанавливаем непосредственно… Тут агент должен подходить именно к операционной системе, которая используется в виртуальной машине. Есть возможность установки… Тут множество почт в чате указали. Хорошо, всем, кто почту указал, я всем вышлю презентацию. Так, далее идем. Есть возможность безагентного копирования, резервного копирования виртуальных машин. Когда на ESXI устанавливается, так скажем, виртуальная машинка, основанная на Linux, она очень небольшая и использует API-функции непосредственно в МВМ. Через эти API-функции она позволяет достучаться, так скажем, до каждой виртуальной машины, до ее дисков и делать резервные копии их. При этом агентов вставить в виртуальные машины в каждую виртуальную машину не нужно. Есть еще один способ, который предложил компания Acronis, по резервному копированию ESXI виртуальных машинок, PMWR-овских, когда агент устанавливается на отдельную машину под управлением Windows. Зачем они такую штуку придумали? Ну, собственно, переходим на следующий слайд. Он как раз призван продемонстрировать, зачем. Обычно в организациях есть хранилище, на котором все эти виртуальные машинки как хранятся, так и работают. То есть, есть хост SXI, куда данная виртуальная машина переносится, здесь запускается, работа идет. При этом фактически виртуальные машины и их резервные копии должны храняться на одном носителе, на сане. Когда мы захотим сделать резервную копию просто с машины отдельной, на которой установлен агент, здесь будет большая нагрузка на сеть. Потому что сначала агент должен обратиться, сначала хост должен вытащить виртуальную машину с хранилища, передать ее по сети на машинку с агентом. Здесь производится резервное копирование, создается резервная копия, тип файл. И далее он потом опять же по сети перемещается на хранилище. Это довольно трудоемкий процесс, причем влечет за собой большую нагрузку именно на корпоративную сеть. А так как резервные копии, как правило, имеют большой объем, то сеть в принципе может вообще упасть. Или, по крайней мере, сильно снизит пропускную способность для остальных сотрудников компании. Они физически не смогут уже работать, потому что все будет тормозить. Вот для этого случая сделан специальный агент ESXi, который позволяет напрямую по Fiber Channel или iSCSI подключать такую машинку с этим агентом напрямую к хранилищу. Таким образом, бэкап будет происходить именно по высокоскоростному подключению. И нагрузки на сеть не будет. Если использовать традиционный метод, традиционный агент, он такую связку не видит. Он в принципе не может обнаружить, что есть прямое подключение к хранилищу, где эти виртуальные машины работают и хранятся. А вот данный агент специально, он так и называется, агент для ESXi, он такую связку видит и позволяет вести работу напрямую с хранилищем. По эксченжу, поддержка, вот был вопрос ранее, я видел в чате, до 2010-го, пока только есть поддерживаемые версии эксченжа с 2003 по 2010-й. Естественно, по 2013-й, я думаю, разработчики сделают, так как от конкурентов отставать никто не хочет. Поэтому оперативно решаются такие вопросы. Еще какие особенности есть у агента для Microsoft Exchange? Естественно, он делает резервные копии как баз данных, так и почтовых ящиков. Причем есть возможность восстановления гранулярного, то есть конкретного письма, конкретного задачи, конкретного почтового ящика, вплоть до основных элементов, которые используются в эксченже. При этом вам не нужно будет восстанавливать всю резервную копию всего эксченжа. Можно выбрать конкретное письмо и восстановить конкретно его. Такое есть не у всех. Восстанавливать можно также непосредственно в работающий эксченж сервер на диск или в файлы ПСТ. Про Hyperview поддержки Hypervisor есть. Все основные поддерживаются. Какие еще нововведения есть? Я про эксченж уже рассказал. В новой версии появилась комбинация диск-диск облака, когда резервная копия перемещается или копируется сразу в несколько мест. Причем в конечном облако быть не могло. Сейчас добавили такую возможность. Появилась возможность восстановления файлов из образов дисков, хранящихся на ленточных носителях. Ранее также такой возможности не было. Нужно было восстанавливать полностью весь образ с ленточки, на которой был записан образ. Сейчас можно отдельные файлы. Появилась миграция физикл более простая и быстрая. Из физической среды виртуальной для серверов Red Hat Enterprise Virtualization. Также есть инкрементно-резервное копирование виртуальных машин в эсфере с использованием технологии CBT, это Change Block Tracking, когда отслеживаются блоки, которые изменялись в последний раз. Вот вопрос по поддержке Lotus. К сожалению, агента для Lotus на данный момент нет. Его можно забэкапить вместе с диском, вместе с операционной системой, на которой он установлен. То есть, как раз слайд про бэкапы непосредственно баз данных различных и приложений. SharePoint, например, также капится вместе с диском. Используется при этом можно VSS, это стандартная служба Windows. Если VSS-ом пользоваться нельзя, можно использовать службу Acronis, службу теневого копирования. Так, далее я, по-моему, уже основные моменты рассказал. Такие есть про интерфейс. Интерфейс был переработан. В сравнении, самые серьезные изменения были в сравнении с 10-й версией. Причем, все переработки заключались в том, что учитывались именно пожелания клиентов наших. Для их же удобства были сделаны дополнительные изменения. Например, как выглядит на данный момент журнал действий. Как правило, когда системный администратор, или просто человек, отвечающий за резервное копирование и восстановление, возвращается после выходных, после отпуска, ему нужно быстро понять, что было в его отсутствии. Обычно приходится копаться в различных логах от разных программ и пытаться понять, были ли какие-то изменения сделаны, отработал успешно, неуспешно, были ли ошибки, что вообще происходило в отсутствии сотрудника. В данном случае мы видим журнал действий, который наглядно, буквально цветами показывает, в какой день, что происходило. Цветами здесь зелененькие – это успешно, красные – это со сбоями, квадратики там отображаются. При этом все здесь кликабельно, то есть увидели какую-то ошибку, нажали на ссылочку, открывается соответствующий лог, можно посмотреть, что произошло, какие события происходили. Также по интерфейсу основные возможности спрятаны от пользователя и появляются, в зависимости от выбора, сделанного на предыдущем шаге. Самый простой случай, когда мы хотим сделать резервную копию, нужно указать всего, по сути, три параметра. Что мы хотим зарезервировать, куда мы хотим резервную копию сохранить и способ резервного копирования. Выбираем, что хотим резервировать, появляются возможности выбора дополнительные, какие учетные данные доступа нужны, нужно ли все бэкапить, или есть какие-то файлы, которые мы хотим исключить из бэкапа и так далее. То есть, дополнительные параметры появляются по необходимости. Раньше у вас вываливался огромный список и можно было в нем заблудиться, потеряться, какие параметры указал, какие забыл и так далее. В данном случае вы экономите и время, и количество совершаемых ошибок при резервном копировании в данном случае будет меньше. Просто потому, что вы заполняете по мере необходимости необходимые пункты. По резервному копированию, по схемам резервного копирования есть различные схемы, такие как пользовательские, есть просто полная резервная копия. Дополнительные есть варианты, уже предустановленные, давно зарекомендовавшие себя схемы, такие как Ханойская башня, дед, отец, сын и так далее. Есть подробное описание в инструкции, как они работают. По параметрам также есть большая возможность по заданию различных параметров. Например, насколько я знаю, у конкурентов ни одного нет возможности задать работу срабатывания резервной копии по самбытиям Windows. Когда, например, вы знаете, как системный администратор, знаете, что периодически вылетает какое-то сообщение, оно отображается в журнале событий Windows, и вам перед этим, когда сообщение вылетело, нужно сделать резервную копию. Вы можете настроить таким образом свой план резервного копирования, чтобы при появлении определенного события в журнале Windows у вас запустится этот план. Отработает резервное копирование, а дальше уже можно будет восстанавливать при необходимости резервную копию. Есть такая функция, как репликация данных. Что это такое? Ну, начнем с того, что есть такое манимоническое правило, называется оно коротко 3.2.1. Что оно означает? Оно означает, что нужно сохранять, ну, рекомендуется, так скажем, сохранять три копии важных данных, причем две из них на различных типах носителей, вот, и одну копию нужно хранить удаленно или автономно. Как бы, это уже правило появилось эмпирическим путем. Есть также, ну, есть печальные просто случаи, когда резервные копии хранятся там же в серверной, если, не дай бог, были случаи, к сожалению, когда возникает пожар, и в серверной сгорает все, включая резервные копии, и уже восстановить данные вообще невозможно. Данная функция по репликации данных позволяет хранить резервную копию сразу в нескольких местах. Вы это можете настроить непосредственно в плане резервного копирования, указать, в каких местах должна храниться, на каких носителях. Вот, Acronis поддерживает до пяти последовательных хранилищ. Ну, таких. Ну, собственно, до этого я говорил, что появилось возможности непосредственно в конечном, конечной точкой, в конечном хранилище может быть облако. В данном случае, ну, на примере показано, что сначала данные хранятся, например, на жестком диске в течение месяца. После этого хранятся, ну, также, при репликации они не перемещаются, они также копируются сразу в сетевую папку и на ленточные носители. Есть функция именно промежуточного копирования, которая позволяет данные именно перемещать, указывать сроки хранения на каждом из носителей. Таким образом, вы можете еще сэкономить, кроме этого, средства. В каком плане? В плане, например, простейшего стоимости одного гигабайта информации на конкретном типе носителей. То есть, известно, что SSD-диски у нас в сегодняшний день самые дорогие, и стоимость одного гигабайта выше, чем, например, у жестких дисков и ленточных носителей. Вот таким образом мы создаем план, в котором указываем, что хотим сначала в течение месяца хранить резервную копию на SSD, а потом уже, пускай она перемещается на ленточные носители, там уже хранится вечно. А тем самым мы освободим пространство на SSD-диске и можем его использовать для новых резервных копий. Также есть возможность каталогизации данных, когда вы можете резервную копию, сделанную со всего диска, включить в качестве просто удаленного диска и на нем производить какие-либо изменения. Можно также делать поиск по непосредственно резервной копии. Отображается версионность каждого файла, если он был изменен, при периодическом резервированном копировании возникают версии файлов, и вы можете восстановить непосредственно нужный файл на тот момент времени, когда была сделана данная резервная копия. Также есть возможность более простого поиска необходимого файла. По вопросу Сергея, наверное, позже отвечу. Есть список, куда можно устанавливать, какие операционные системы поддерживает именно консоль управления. Можно найти справки Акрониса. 2012-й, пока да, пока вне системы. Но разработчики все обещают поддержку. Многие, кстати, спрашивают, сейчас ненадолго отвлекусь. Многие спрашивают про поддержку Windows Server 2012. Есть уже тестовая версия, сейчас она обходит обкатку, тестирование. Именно непосредственно в тестовом отделе Акрониса. Когда все ошибки будут устранены, недочеты и так далее, чтобы не было потом у клиентов вопросов, каких-то, не дай бог, проблем. Сейчас оттестируют и выпустят. Точную дату не говорят, но говорили, что ориентировочно февраль-март. Сами ждем, когда уже выйдет. По модулю Universal Restore есть такой вот замечательный модуль, который позволяет устанавливать резервную копию, снятую на одном железе, устанавливать на аппаратное обеспечение другое, другое машины. На данном слайде как раз пример такой. Сделали резервную копию с сервера Sony. Нужно ее перенести на сервер хпшный. Довольно часто такая операция возникает в различных организациях, когда необходимо просто усовершенствовать либо оборудование, либо перешли просто на другое аппаратное обеспечение другой компании. Как правило, эта задача для системного администратора является очень сложной, очень трудоемкой. Не каждый на такое еще пойдет. С помощью данного модуля и Acronis данная задача решается просто. Если без модуля используем, получаем синий экран, ошибки, несовместимость драйверов. Когда мы используем Acronis Universe Wall Restore, у нас система запускается. То есть данный модуль позволяет подменить драйвера на уровне HAL. Это абстрактный уровень между аппаратным обеспечением и программным обеспечением операционной системы. Данный модуль позволяет запустить операционную систему, на другом оборудовании. А когда у вас уже запущена операционная система, вы уже можете доустановить соответствующие необходимые драйвера для материнской платы, для видеокарты и так далее. Теперь есть, кстати, такой модуль и для Linux. Он будет работать. Есть также возможность уменьшать... объема хранящихся данных на вашем хранилище. Возможность это представляется с помощью модуля дедупликации, который позволяет сэкономить до 90-95% объема файлового хранилища. Как он работает? На данном слайде есть... показаны различные блоки. ABCD это буковками как раз показаны блоки, которые хранятся на различных серверах. Email server, два файловых сервера. Дело в том, что в большинстве организаций используется одно и то же программное обеспечение. Как правило, в офисных компаниях используется, например, Windows на всех клиентских машинах, а также у них стоит Microsoft Office и так далее. Большинство файлов на каждой клиентской машине совпадают. Зачем нам хранить в резервной копии каждой из машин одинаковые файлы? Модуль дедапликации позволяет хранить именно уникальные блоки, при восстановлении их использовать. В данном случае у нас 10 блоков было, но в узле хранения Acronis хранится всего лишь 5. То есть в два раза уже сэкономили пространство. Здесь показаны различные варианты дедапликации. Вот вопрос от Александра. Поддержка Universal Restore в версии 11 есть. По поводу Linux, честно говоря, сейчас не могу точно сказать. По-моему, в 11.5 именно Linux появился с поддержкой Universal Restore. Но могу ошибаться. Надо уточнить будет. По UEFI, кроме BIOS стандартного, традиционного, к которому все привыкли, Acronis поддерживает и новые, так скажем, новые версии BIOS, если совсем грубо говорить, да? Это поддержка, которая используется в современных уже системных платах. Полностью есть поддержка вот такого вида BIOS, скажем так. Также улучшена новая версия уже работа с SSD дисками. Есть поддержка GPT дисков объемом более 2 терабайт. Улучшена работа с Linux системами. Ну и есть еще дополнительно несколько различных улучшений, которые не так сильно затрагиваются внешне. То есть внутренние изменения были сделаны, улучшения. По защите резервных копий. Резервные копии также можно защищать с помощью шифрования. Кроме этого, защищаются непосредственно архивы резервной копии. Можно защитить все хранилище. Шифруются по алгоритму IES ключами различной битности до 250 бит. Есть возможность создать защищенный раздел на жестком тиске на той же машине, на которой установлен Acronis. Называется такой раздел Acronis Secure Zone или зона безопасности Acronis. Зачем он нужно, где может быть использовано. Пример такой. У вас сотрудник, например, ездит часто в командировке с рабочим ноутбуком. Резервные копии данного ноутбука хранятся, как правило, где-то на хранилище компании. Но когда сотрудник уехал в командировку, у него доступа к этому хранилищу, к резервной копии нет. И в случае, если система у него слетела, в ходе командировки работать с этим ноутбуком, он уже не сможет, пока не вернется в компанию, в офис, и администратор не установит систему. Вот Acronis предлагает на такой случай использовать именно раздел Acronis Secure Zone, который будет выделен на том же ноутбуке, отдельно скрытый том. Причем он защищен, и доступ к нему можно получить именно через консоль управления Acronis. То есть туда вирусы, если они при бэкапе не были сделаны, то есть талонный бэкап полностью работоспособный, не проникнут. И туда записать что-либо тоже нельзя без пароля, без использования консоли Acronis. Зато можно восстановить, то есть система слетела, или там что-то пошло не так, при этом сам ноутбук остается рабочим. Вы при загрузке ноутбука нажимаете клавишу F11, и происходит разворачивание образа, который хранился в этой защищенной зоне Acronis. И все, дальше сотрудник может продолжать работу. По облачному хранилищу в облаке Acronis можно хранить резервные копии как рабочей станции серверов, так и виртуальных машин. Кроме этого, как это все оформляется? Оформляется в виде подписки. Подписка действует в течение года, и ограничения есть на объем выделяемого под хранилище. Это минимум 250 гигабайт и до 3 терабайт. Хранилище находится в дата-центрах территориально в Европе. Защита – это, насколько я помню, третий уровень защиты. При этом сами сотрудники, обслуживающие данное облако, доступ к вашему резервному копии не имеют. То есть были вопросы, когда зашифрованная резервная копия была сделана, и сам системный администратор там ушел или уволился, а пароля нет. Можно ли восстановить резервную копию без пароля? Ну, официальный ответ Acronis – всем говорим, что без пароля уже ничего сделать нельзя, восстановить никак нельзя. Вопрос от Владимира по Universal Restore. Нужно ли по подстановке драйверов для другого железа автоматически? А, ну смотрите, вы при создании загрузочного носителя, например, с Universal Restore, можете указать уже драйверам, которые вы используете на новой системе. То есть они уже будут зашиты непосредственно в загрузочный носитель. Если туда, например, там, я не знаю, емкости не хватает, либо еще какие-то трудности, можно подгрузить их, просто подключив жесткий диск, например, или USB-флэш к данному компьютеру. При восстановлении вы просто укажете, ищите от модуля Acronis Universal Restore, ищите драйвера на этой флешке или жестком диске. Вот, так что тут никаких сложностей по подгрузке драйверов нет. Можно изначально их загрузить на загрузочный носитель, можно позже в ходе восстановления указать место, где они хранятся, и также будут они подключены, подгружены. По ценам, по терабайтам можно найти информацию прямо на сайте Acronis. Acronis.ru Позже я, наверное, как раз смогу ответить на этот вопрос. Да, вот, кстати, Андрей прислал ссылку. Спасибо ему. Без пароля нельзя, да. Ну, как бы... Механизма восстановления приутеренных паролей нету, потому что пароли нужно хранить самостоятельно. Ну, я понимаю, да. Ну, вот пароль вещь такая, что отдельная история о том, как хранить пароли, где их хранить, кто может иметь доступ к паролю, кто нет. Это уже немножко другая история. Есть специализированные продукты для этого. Да, если бы можно было восстанавливать без пароля, тут много вопросов было. Ну, вот, кстати, там затронем эту тему чуть, по-моему, через слайд будет. Есть интеграция с MWire и V-Center. Acronis плотно работает с MWire. Вот, интеграция заключается в том, что в консоли V-Centra можно наблюдать, какие резервные машины были сделаны, забыкаплены, какие виртуальные машины, прошу прощения, какие виртуальные машины были зарезервированы, когда они резервировались, сколько времени на это ушло, различную статистику, какие следуют, ну, собственно, обладая этой статистикой, вы можете посмотреть, какие машины требуют резервного копирования, какие нет и так далее. Все равно процедура управления резервным копированием будет осуществляться именно через консоль Acronis. Она умеет взаимодействовать с агентами Acronis. По лицензированию, ну, у политика, у компании Acronis довольно простая. Это один компьютер, одна лицензия. Есть продукты, которые немного отклоняются от данной политики. Например, виртуальная редакция Virtual Edition позволяет использовать одну лицензию, установить продукт с помощью одной лицензии на одном физическом хосте, при этом делать резервное копирование неограниченного числа виртуальных машин, которые на данном физическом хосте работают. Естественно, большинство клиентов хотят попробовать продукцию в деле, и для этого ничего, собственно, от вас никаких вложений не требуется. Нужно просто заполнить форму и скачать демонстрационную версию. она будет практически полнофункциональной. Там есть небольшие ограничения, например, нельзя клонирование диска делать. Но большинство эти ограничения не так интересны. Основные функции будут работать. Срок действия пробной версии составляет 15 дней по умолчанию. Если есть какие-то там сложности при демонстрации, для проверки всего функционала можно написать нам запрос в Афлекс. Мы постараемся предоставить вам более длительные лицензии по сроку действия. 30 дней и так далее. Но это нужно писать именно запрос. Там есть небольшая анкетка, ее нужно будет заполнить и все. То есть там никаких особых сложностей в предоставлении демо-лицензии на более длительный срок, чем 15 дней, особых сложностей нет. Вот, собственно, Acronis является продукцией компании Acronis, а именно линейка 11 и 10. Они прошли сертификацию в стек. То есть их можно использовать в организациях, которые работают согласно FZ-152 с персональными данными. В версии 11.5 пока сертификацию в стек не прошла. И это связано с многими причинами, в том числе с той, что в конце прошлого года, в ноябре, правительство подписало новое постановление, в котором были внесены изменения по классификации из ПДНов системы персональных данных. Соответственно, сейчас идет работа по пересмотру различной уже, но это уже работа как бы на другом уровне. ФСБ переделывает свои сертификаты, стеки переработку делают и так далее. Вот. Ну, собственно, по данному вопросу я сказал, то есть включая, можно использовать АБР-11 при построении защищенных информационных систем персональных данных, включая класс К1 и автоматизированных систем, вырабатывающие кондиционерную информацию до класса 1G включительно. Ну, вот по классу К1, я сказал, уже сейчас он уже будет, наверное, неактуален в плане того, что он будет по-другому называться просто. По сути-то, это будет то же самое, но в документах будет называться по-другому, соответственно, нужно будет перерабатывать нормативные документы. Так, тут загрузилось не очень удачно преобразование прошло по Айрпоинту. Значит, смотрите, по технической поддержке К1 представляет два вида технической поддержки. Есть стандартная техподдержка, есть расширенная техподдержка. Работает она расширенная 24 на 7 круглый год. Стандартная по Москве, если мы будем говорить, с 10 часов до 8 вечера оказывается поддержка по чату, телефону, имейлу. И если у вас есть действующая техподдержка, то вы всегда бесплатно можете произвести обновление текущей версии до самой последней. То есть, если у вас, например, есть продукты линейки АБР-11 и есть действующая техподдержка, вы уже сейчас можете бесплатно перейти на обновиться до версии 11.5. По цену образованию. Акронис фиксирует цену для всех. Ее можно найти на сайте Акрониса на кронис.ру в разделе продукты. Сегодня уже приводилась как раз ссылка на список с продуктами и указанием цен для каждого из них. Кроме этого, есть ценовые диапазоны, когда в зависимости от количества лицензий, которые приобретаются, делаются различные скидки. Естественно, чем больше лицензий, тем больше скидка. Есть, кроме этого, еще дополнительная уникальная система начисления скидок за прошлые покупки. В зависимости от того, какие продукты вы покупали, как часто вы их покупали, там довольно сложная система. Также можно получить скидки. Кроме этого, при переходе, например, с продуктов других компаний на продукцию компании Акронис также можно получить скидку до 40%. При этом нужно будет предоставить действующий лицензионный ключ от продукта, с которого вы переходите. Есть скидки по академической программе. Есть возможность обновления до новой версии. При этом можно сэкономить до 30-40%. Данная опция интересна будет тем, у кого закончилась техподдержка, а обновиться до новой версии есть необходимо обновление до новой версии. можно не приобретать снова полноценный продукт, можно купить именно лицензионное обновление. компания использования продукта, которые используют продукты, уже давно продукты компании Акронис, это очень известная компания и организация российской железной дороги, Сбербанк, Пусатом, многие другие, довольно много, в том числе пенсионный фонд Российской Федерации, которому очень важно было именно сертификация FSTEC как госучреждение, работающее с данными. Так, вопрос, ну, собственно, я на этом, наверное, уже закончу, и сейчас готов ответить на вопрос. Вот вопрос от Сергея, покупали лицензию на прошлое, в прошлой организации, будут ли скидки при покупке для новой организации. Вопрос в том, на кого оформлялся, на самом деле, как производилась покупка, на кого сделан личный кабинет. Как правило, привязка идет на уровне личного кабинета, каждый продукт Акронис, который вы купили, нужно зарегистрировать в личном кабинете, также на сайте Акронис.ру. Внутри него доступны различные как раз опции по обновлению бесплатному, по продлению техподдержки и так далее. Вот если личный кабинет остался, то, я думаю, скидки как раз будут доступны, потому что основным элементом работы между Акронисом и клиентом она ведется через личный кабинет. Вот. Ну, можете дополнительно сделать запрос к нам, мы свяжемся с Акронисом, если будет такая необходимость, и со скидками решим вопрос, это довольно просто решается, никогда никаких сложностей не возникало. По оценкам в чат можно не писать, можно проголосовать именно в окошке опроса. если какие-то вопросы, например, я не затронул, это вполне возможно, потому что в рамках одной презентации естественно на все вопросы ответить крайне сложно. Пишите мне, можно написать на общий почтовый ящик, это support.sobachka.aflex.ru можно непосредственно мне написать, это виталий.юркин.sobachka.aflex.ru телефон техподдержки указан как бы общий наш, 7495, 988, 22, 68, добавочный двойка. Это техподдержка. По поводу совместимости с доктором Вебером, честно говоря, не знаю, у нас клиентов ни одного вопроса не было. окно не пропадает, оно у всех не пропадает, то есть надо на кнопку закрыть нажать. Не знаю, есть ли у вас, у меня просто немножко другой интерфейс, так как я докладчиком являюсь, у меня интерфейс немного исправлен. По официальной поддержке Windows 8, пока ее Acronis не заявлял. Сейчас у них основной упор идет на поддержку Windows Server 2012, потому что многие клиенты сейчас уже переходят именно и спрос большой. По восьмерке поддерживает пока только домашний продукт. Acronis True Image. нету кнопки. Когда все проголосуют, закроют окошко закроют. Так, мне нужно будет вам выслать презентации. Скорее всего, я вам вышлю ссылку, потому что обычно через почту не всем приходят. Я ее выложу в общий доступ и ссылку всем разошлю. Если будут вопросы, как раз можно в ответ мне на мое письмо со своего почтового ящика, сколько сделать, вопросы все свои задавайте. Всем спасибо. Спасибо за то, что потратили свое время. Надеюсь, узнали что-то новое. форумы русскоязычные есть. Чем хорош именно Акронис и чем лично мне он нравится, в отличие от других продуктов Акронис. Акронис что-то что-то Продолжение следует...